Привет-привет, мои хорошие! Сегодня у нас, по-моему, 10 января, если не ошибаюсь, да? Зуля, чего ты смеешься? Ты что-то не делаешь. Видеоотчеты мне. Ложечку дай, пожалуйста. Зулечка за мной ухаживает. Да ты не попадаешь в кадр, не переживай. Вот дальше чайника ничего не видишь. Не хочет в кадр попадать. Знаете почему? Потому что она наизнанку надела на себя кардиган и уходит здесь. Нет, чтобы переодеть. У нас уже, наверное, час дня, да? Нет, 12, наверное, час дня. Я что-то переборщила. Что ты переборщила? 12, 17. Завтракать сели. Дети спят, представляете? Вчера тоже, можно сказать, дети спали ночью. Дочь спала, это точно. Сынуля бодрствовал часов до 4. Я его развлекала. Он был такой гиперактивный. Играть хотела. Но уснул, как сказать. Сейчас они спят. Идет за окном, дождь льется. Знаете, такая погода, когда не хочется вылезать из-под одеяла и лежать под одеялом смотреть телевизор. Турецкие сериалы. У нас такой возможности сейчас нет, правда. Сегодня думали... Ну, гулять собираться. Возможности... Не гулять. Торговый центр, что это нужно? Ну, мужик это, по улицам гулять не будет. Сегодня думали пойти в торговый центр. А это увидим момент. Скорее всего, пойдем мы там, что торговый центр, в принципе, закрыт. И дождь нам не помеха. Нужно мужу прикупить несколько вещей. Пока меня не было. Непонятно, в кого я здесь превратился. Где его гардероб вообще, что происходит в квартире, непонятно. Вот. Что-то мерзну. Хотя в доме не холодно. Это вчера было холодно. Однако она не мерзла. Да, да, да. В последние месяцы мне жарко бывало все время. А сегодня что-то ноги холодные. Вот. Она сегодня выспалась. И вчера у нее настроение нехорошее. Да, я два дня выспавшись. Она... Хорошо себя чувствует. Сегодня она свои чары видит. Даже осилила прочитать комментарии под видео. Знаете, у меня такое ощущение, что... Меня смотрят... Очень много народу... Очень много стилистов диванных. Я же матерей. И... Самые лучшие жены любящих мужей. Это вот основная, наверное, моя публика. Которая меня смотрит. Нет. Есть и хорошая. Очень-очень. Есть, конечно. Это... Это отдельная тема. Этих я всегда благодарю. Отдельно в других видео. Просто вот почему-то каждый считает, когда заглянул на канал, обязательно написать... Нет, не написать даже. Дать мне совет. Как мне смотреть за моими детьми? Где и как нам гулять? Вообще, что мне делать с колясками? Какой смесь укормить? Ни в коем случае нельзя давать ту, которую мы даем. Вообще. Вообще, как мне жить? Кого мне в дом привозить? Такое ощущение, что я же говорю... Одни знатоки вокруг. Одна я, видимо, что-то не ведаю в этой жизни. Я живу, видимо, на другой планете какой-то. Ну, у меня есть другой планета. Точно. Нормально привезти подругу в дом и не бояться, что она... Особенно, когда пишут, что подруга в доме... Обычная подруга в доме, это очень опасно. Что-то, что-то. А выпускать на улицу мужа не опасно. Он там вообще без контроля у вас. И вокруг столько симпатичных баб ходит. Как вы дома сидите в этот момент? Когда он без поводка у вас гуляет? Вот это я не понимаю. А подруга у меня хоть под контролем дома? Хоть на поводке? Вот. Ладно. Не будем о плохом близке. Ничего плохого я не сказала. Вот сейчас скажут, вот, Фатима опять начала. Давайте поговорим о хорошем. Что у вас хорошего происходит в жизни? Вот начался Новый год. Новый год наступил, точнее. Что у вас хорошего произошло за эти 10 дней? У меня, как видите, много чего хорошего произошло. Я наконец-то вернулась в Турцию, в свой дом, в свою квартиру. Наконец-то мы воссоединились с мужем. Да-да. В квартире сделан ремонт. Ну, правда, не до конца. Там еще какие-то вещи осталось-то делать. Обещаю, рум-тур сниму, потому что уже столько людей личку написала. Будет ли рум-тур или нет? Будет. Будет, конечно же, когда все на место расложим. Так получилось, что комната, которую мы выделяли под детскую, оказалась мала для той мебели, для тех кроватей, которые мы заказали, которые я по своей глупости выбрала. Я не знаю, почему я выбрала огромные кровати маленьким детям. Хотя нет, почему не знаю. Потому что рядом с кроваткой там еще тумба прилагалась. Потом эта детская кровать превращается во взрослую кровать, на которой ребенок может спать. Вот поэтому, наверное, я не выбирала. Не подумывая о размере комнаты. И вот получилось так, что эти кровати и шкафчик заняли прям всю комнату. Там двинуться просто места нет. Только если на одной точке, на 360 градусов крутиться, и все. Больше ничего. И вот мы решили эту комнату... Кто-то там пишет. И вот мы решили эту комнату освободить. И перенести детские кровати в нашу спальню. Сами переедем в эту маленькую комнату. Что делать? Такова участь родителей. Переедем в эту комнату. Надеюсь, наша кровать туда поместится. Все, больше нам ничего не надо. Если не поместится портенцор, раскрывушку будете спать. Раскривушку? Раскривушку. Ну да, если даже не поместится. Сейчас, например, я с детьми сплю в спальне, муж спит в зале. Ну, я, честно сказать, не представляю, как он будет спать с нами в спальне. Потому что дети по ночам практически не спят. Это последние две ночи. Можно сказать, что они спали. Но все равно я всю ночь хожу. Что-то там одного накормила, второго накормила. Подпустник поменяла и так далее. Получается, что я всю ночь не сплю. Туда сюда хожу. И он тоже не будет спать. Поэтому он спит в зале. Мы с детьми спим в спальне. Но все равно такое ощущение, знаете... Ну, как бывает, когда в квартире не все доделано. Не можешь полностью уже расслабиться. Я не могу вещи разложить детские по местам. Мне свои не знаю, где находятся. Свои вообще не знаю, где находятся. У меня здесь после ремонта уборку делала свекровь, заловка. А потом перед нашим приездом они нанимали какую-то женщину. И, естественно, свекровь тоже делала уборку вместе с этой женщиной. Она же не может сидеть, сложа руки. Я, слушай, я тут сахар забатну. А то у меня сейчас чай остынет. И вот получилось так, что в шкафчике, где у меня лежит косметика и нижнее белье, я нахожу утварь для выпечки, для резки бисквита и так далее. Вот до такой степени у нас такой кавардак в квартире был. Сейчас, конечно, не такой прям кавардак. Мы не ходим, не спотыкаемся, не прям бордака нет. Просто вещи не знаю, где лежат. Вот Зуля смеется тут сидит, не знаю. Еще вот комментарии, да, по поводу комментариев. Вернемся к ним. Я ни в коем случае не оправдываюсь. Сейчас мне начнут писать, спасибо, не оправдывайся. Нет, это не то, что я оправдываюсь перед кем-то. Я вообще человек, который не считаю, нужно не перед кем оправдываться. Это просто общение со зрителем. Я не хочу, чтобы у меня канал был, знаете, мне написали комментарии. А я такой блогер сижу и как бы тишину словила и сижу. Должно быть, какая-то реакция ответная должна быть. Должно быть общение со зрителем. Вот. По поводу комментариев. Каждый второй комментарий теперь под моими видео, после того, как я вернулась в Турцию, это Зуля. Что ее нужно отдать обязательно замуж в Турцию. Что она приехала сюда выйти замуж, найти турка и так далее. Вы знаете, если она найдет турецкого мужчину, достойного себе, я буду только рада. Но ходить и ей кого-то искать, заниматься сводничеством, это точно не про меня. Я такие вещи не приемлю, никого не с кем знакомить и искать не собираюсь. Зуля тем более, она без нас никуда не выходит. Вот просто мне интересно, когда вот люди пишут, Зуля вышла, приехала выйти замуж в Турцию. Как вы себе представляете вот это вот? Сюда я приехал в чешую страну, она не знает языка, она не может выйти одна. А где она будет искать жениха? Проблема у меня была найти ее у себя в Дагестане. Да, мне очень интересно. А вот эти вот выводы. Ой, Зуля сделала шлифовку лица. Мы точно знали, что она едет в Турцию. Зуля раз 10, наверное, заслуживает, если только 10. Сколько раз ты сделала шлифовку? Да, видимо, все эти разы она летала в Турцию, просто я об этом не знала. В поисках жениха. Еще вот вопрос очень интересует. Зуля, на что ты живешь? А, да. Ты не работаешь? Вот, а на что ты живешь? Почему всех интересует чужой карман? Не знаю, всем это очень интересно. А может, у тебя кто-то есть, кто тебя содержит, понимаешь, ты? Ну, может быть, и есть, это же мне. А ты молчишь, не рассказываешь. Это моя личная жизнь, я не блогер. Какая-то личная жизнь, может быть, что ли? Я не блогер, которому я должна всю свою жизнь рассказывать, абсолютно. Так что вот так вот. Вы должны понимать и принимать это все просто. Девочки, если я, например, веду свой канал, рассказываю о своей жизни, это не значит, что вы должны задавать такие некорректные вопросы людям, которые появляются у меня в видео. Это очень некрасиво. Я рассказываю о своей жизни ровно столько, сколько я хочу рассказать. Знаете, процентов 10, наверное, я вам рассказываю. Но это, в принципе, элементарно. Это понятно, что человек никогда не будет полностью рассказывать все о своей жизни. Если я не рассказываю о своей жизни, тем более я не буду рассказывать о жизни другого человека. Если Зуречка посчитает нужным, когда-нибудь она, может быть, в видео осветит, откуда ей денежки, на что она живет и зачем она приехала в Турцию, если ей это будет интересно. Я же свое мнение по этому поводу высказала. Кстати, там спрашивали, как и где ты сделала милирование корней. Я делала у мастера, это не милирование, это сложное окрашивание. Чуть громче. Это не милирование, это сложное окрашивание, в принципе, подобие милирования. На чосе только делаю этого. Я делала у мастера в Дагестане, вам могу дать номер телефона, если кому-то интересно. По-моему, это не из Дагестана девочки спрашивают, по-моему, номер им нужен. Ну, тогда, да. Так что делала она в салоне, она не как я, она всегда окрашивание все делает в салоне, у нее руки растут не с того места, сразу говорю, в этом плане. Я себя люблю настолько, что я хочу удовольствие получать, когда занимаются моей головой, моей кожей, моими руками, ногтями. Она себя любит настолько. Нет, нет, на самом деле, Фатима всё это умеет. Я всегда поражалась, как это она. Я даже не могу себе бровь правильно почувствовать. Сейчас скажи, что ты ничего не видишь, да, и всё. Признайся честно. Что я слипаю, да. Кстати, у тебя пинцет есть нормальный? Нет. Представляешь, у меня был пинцет, которым я, наверное, лет 10 пользовалась, я его забыла в Дагестане. А мама на него глаз положила, хотела мне его забрать, а я его забыла. Забыла сумки, которые я ей оставила. Вот так вот. Так что я осталась теперь без своего любимого пинцета. Сейчас будем брать, с бровями ближнего ходить. Пинцет нужно найти. Там у моего мужа есть, но он какой-то кривой кацет. А сегодня мы в торговый центр идём? Я спросила у него, он сказал, да, пойдём. Вели к вечеру, наверное, мне так кажется. Обычно здесь принято к вечеру шастать. А у него это с хапир ватой? Не знаю. Ну вот, короче, о чём... Так я, как всегда, начала за здравие, а закончила за упокоен. У-у-у-у, упокоен за завтрак. У меня завтрак тут стынет, Желечка яичницу пожарила. Куча приправ тоже насыпала. От чего у меня глаза, от чего горят? Я не могу понять. Я не знаю, но я тоже горят. Странно. Воды у нас нет, кстати. Ну, это уже слепо, да? В 9 утра отключили. Там у нас набранные в кастрюле воды. Воды. Ну, воды. Господи. В 9 утра отключили, обещали до завтрашнего утра. Посмотрим. Ну, обычно здесь не подводят, рассказали, обычно дают всегда. Обещали в 9 вечера отключить, отключить. Ну, ты рада, что в 9 вечера не отключили, отключили в 9 утра. Ну, значит, позднее дадут. Я знаю, это переживаю. Ну, если на этом закроюсь, я позавтракаю. Я надеюсь, никого не обидела своим этим видео. Ну, что делать? Вот такой я человек. Я молчать на вот такие вот вещи не могу. Когда я постоянно вижу одни и те же комментарии, я понимаю, что это не закончится. А ещё это постоянный комментарий. А где дочка? А где доча? У меня личка, знаешь, через одно... Особенно в Инстаграме, если я выкладываю какой-то сторис с сыном. А где дочка? Ночь уже выложила сторис, где ты из холодильника что-то достаёшь. Я говорю, ночной дожор. Мы с ней вдвоём там. К нему комментарии. А где дочка? А, с нами на кухне должна быть. Сидячая, ходячая. Я поражаюсь просто. Где дочка? Снимешь дочкой, где сын? Девочки, где они могут быть, мои дети? Рядом со мной. Люди не знают, что они должны быть 24 часа в кадре. Это же элементарно, это понятно. Если я снимаю себя или снимаю кого-то другого, это не значит, что там дочка должна мелькать. Или там сын должен мелькать. Это знаете, как это, честно, это надоедает, когда вы за сутки каждое второе, третье или четвёртое сообщение открываете или комментарии. И одно и то же, знаете, как это надоедает? Он сейчас скажет, ой, зазвездилась, не закрой тогда канал. Не закрой, не закрой, всё. И буду, буду я всегда, буду отвечать на комментарии. Такими видео, да. Правильно. На частые комментарии, да. Диалог надо вести, не в здоровье же монолог. Да, 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 да. Вот, ну и, конечно же, отдельное спасибо я скажу тем, кто переживал за нас. Я тоже. За наш перелёт, да. Очень много девочек писали, переживали, и как прошёл перелёт, как себя вели детки. Вы знаете... Не потеряла ли деток Зуля в аэропорту? Вы знаете, дети вели себя неплохо. Я раньше летала, и в самолёте часто попали маленькие дети, они всегда плакали, капризничали. Я боялась, что моим будет себя так нести. Ну, относительно неплохо вели себя. Я Зуля кратчала всю дорогу девочку, она не плакала, можно сказать. Я водилась с мальчиком. Такого, чтобы прям был непрерывный, раздражающий плач, такого не было. Я даже по самолёту уходила туда-сюда, чтобы лишь бы ребёнок не плакал. Так что было лучше, чем я ожидала, я ожидала худшего. Я отдельное видео обязательно сниму о том, ну, в принципе, что там снимать, как мы летели. Наверное, людям просто интересно насчёт багажа, насчёт коляски, вот это всё, потому что мне самой были эти вопросы интересны. Наверное, я всё-таки сниму небольшое видео на эту тему, а пока всё. Завтрак, наверное, остыл мой, чай тоже остыл, поём холодный. Буш и с холодным. Холодный, что делать? Чё ж королеве-то холодное не поесть? Я ж дорогая. Ладно, всего хорошего вам. Всем любите себя. Берегите себя. Берегите себя, да. Своё здоровье берегите. Вы знаете, я заметила... Вот я сейчас опять что-то хочу сказать дальше, я же никак не могу попрощаться. Я заметила, я всегда говорила, что сон для меня это самое важное. Я тоже скажу. Я без сна просто как овчарка. Монстр. У меня даже и муж это прекрасно знает. Если я не высплюсь, просто трындец. Вот эти вот несколько дней я не высыпалась, я была, знаете, как вот ёжик с иголками. Меня даже трогать не надо было, я сама готова была любого заколоть этими иголками. Вот эти две ночи я высыпаюсь, вроде как себя прохожу. Ну, высыпаюсь, это не значит, что я восемь легла и до двенадцати. Нет. Мне, например, не продолжительные, точнее продолжительные три часа хотя бы сна, если будет, мне последнее время хватает. А вот эти вот моменты, когда ты час спишь, полчаса спишь, час спишь, полчаса спишь, я себя, наоборот, ещё хуже от этого чувствую. Продолжительный хотя бы трёхчасовой сон мне вот сейчас достаточно. Ну, всё, закрой, всё. Всего хорошего. Пока-пока. А мне приятного аппетита. И зуречки тоже. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok